приветствую модных пончиков на своем канале сегодня я сделала обзор на октябрьский номер vogue как вы видите скарлетт йохансен на обложке снял эту обложку очень известный сын одного фотографа об этом чуть попозже вот какой красивый жакет расшиты бисером невероятной красоты королевский кстати хочу сказать что наверное первые листочки журнала я перелесну поскольку я зацикливаюсь на начале и в конце я уже не успеваю снять что в конце журнала гуччи реклама все в парче в шелках здесь пробник чик был от мисс dior очень ароматный приятный но на любителя мне в принципе на один раз понравился но я его не не куплю вот эту всю рекламку мы перелистываем смотрим это реклама уже была дольче габбана габбана форт вот такая винета валентина правда с цветными прядями маскина ирмандо стервино новая помада . по на кстати вы знаете вот уже честно говоря 1 1 это одни и те же лица вот у меня вопрос к создателям все таки неужели других лиц нету одни и те же просто моника белучи кто там еще в водяну на водяново сейчас поменьше ладно водяновым водяново мне нравится ну не знаю моника белучи уже 100 тысяч лет в одной и той же рекламе максмара гуччи аскада миу-миу прекрасные шубки еще раз от монклер так скажем пальто с мехом очень приятные вообще приятно посмотреть на эту фотосессию со снегом юга босс наоми кэмпбелл опять одни те же лица интимиссими римской коллекции который мы говорили в когда базар рассматривала джордж-жермании селин чулпорт шанель ламвин герлейн ароматы кстати это герлейн очень приятный пудровый как у всех ароматов мне кажется всех ароматов герлейн пудровые запахи по крайней мере у которых которые я пробовала вот видите это октябрьский номер он нескончаемый здесь просто очень много рекламы барбери вот так же здесь есть рублика работали на нас здесь вот рената литвинова и как раз таки вот мальчик который снял обложку это значит патрик и виктор де маршелье патрик это значит очень известный фотограф который снимал очень много обложек для журнала вог и так же он упоминается фильме дьявол носит прада вы можете в голосе слышать там вот были упоминания на главного редактора подиума в фильме дьявол носит правда вот как раз про вот этого фотографа роберта кавалли петро шанель письмо обязательно читаем вот этого редактора главного виктории давыдовой редактор волк первую очередь и вот нескончаемый поток рекламы который можно обсуждать вроде как начинается модные новинки вот такие пальтишки были на показах виниловые и они будут скоро у нас актуально виниловые стиле шестидесятых весной всплывут также в моде у нас вот опять-таки шестидесятые когда идет смешение различных цветов этой фиолетовый и синий красный новость этого сезона широкая не надо уравновешивать узким а прямой расклешенным носить объемные куртки со свободными брюками мужские пиджаки с рубашками на вырост вот живанши мне очень нравится реклама очень стильные сапоги и такая вот жилетка с необычным рукавом колокольчиком и также вот такие вот сережки как диски огромные вот такая вот моду то есть совершенно все широкое все такое вот огромное вот жакеты со спущенной линии плеча будут в моде короткие юбки с высокой талии туфли на каблуках обязательно это уже восьмидесятые годы пошли вот это как из рекламы бенеттон 20-летней давности до засильный минимализма не боялись сочетать яркие цвета основное правило никаких полумер как я уже сказала просто все на надевать никаких промежуточных оттенков все вместе ведь как оранжевый шар зеленое пальто такие ярко алые брюки серебряные ботинки вот 80 вернулись статье как раз таки ольга михайловская рассказывает что вообще появилась ну вот 80 точно мать 60-80 такого плана свитер одевается с бриджами и туфлями человек с яйцом маленький такой вот постик можешь сказать карла фаберже на блузках и жакетах и также на кладчах а украшение сезона буквы разных цветов и начертаний так туфли монола бланник вот такой вот дизайнер у нас ему по-моему около 80 что ли лет 77 70-летие он делает очень красивые туфлики для женщин различные ботиночки ботильоны вот наша русская модель из нью-йорка анастасия хасизова тоже тут рассказывают броши в виде орденов актуально огромного плана вот такие вот такие вот такая вот брошь на при сенебро гранат на паза 70 тысяч рублей взрыв меха огромные огромные шапки как тоже опять-таки восьмидесятых огромная вот здесь вот показано шляпы стрижен норки с высокой тульей как будто иллюстрация книжки шарли перо такие помните у нас носили мамы папы восьмидесятые годы когда мы были маленькой по крайней мере когда я была маленькой такого плана и вот сейчас чем больше шапка тем лучше вот например мне нравится дизайнер у дизайнера шапка вот такая огромная на всю голову фига босс про дизайнера статьям сумки сезона большие с легким налетом ретро или миниатюрные вечерний клатчи джилл сандер здесь или докторская сумка как я уже кстати говорила в прошлом видео правда доктор бэк у меня уже рука трясется так как очень тяжелый фотоаппарат штатив скоро ко мне приедет поэтому скоро видео буду снимать на штативе очень также много этих сумочек показаны и баленсиага и вот луиз виттон сумочка расшита пайетками никто не ожидал что вообще пайетки и стразы редкие гости на сумках марка джейкобса но вдруг они тут неожиданно возникли вот такая вот сумочка кстати 148 тысяч рублей дорогие мои кто не верил я где-то говорила по моему когда микка гелл снимала сумку о луи виттоне очень много было негативных отзывов многие думают что они покупают оригинал луи виттон но понимаете оригинал это вот 148 тысяч это даже не 30 тысяч рублей вот либо кожа аллигатором такие сумки уже стоит около 1 миллион рублей очень также опять у меня этот предлог очень он по всему видео не могу как парой слова паразит новое слово моды платья с праздной спереди и сзади то есть здесь идет одна сзади идет капу другая другое платье такой 3d эффект получается вот так же показано здесь вот такие пальто и платье с 3d эффектом как будто платье перешили но не так очень опять очень нравится мне прада и костюмчики вот которые новые с таким с такие вот и в сочетании с такими тапочками туфельками реклама ягуара как обычно его половины видео ничего не успеваю снять вот здесь вот у нас ботильоны похожие на армейские берцы это вот такая обувь очень опять очень слышать и не могу такой такие достаточно грубоватые ботинки будут актуальны также посмотрите какие зеленоватого цвета ботинки кожаная сумочка 31 тысячи рублей трусарде ботильоны из стриженого кролика с отделкой из меха бурак юан это с 54 тысячи 400 рублей и ботильоны из кожи 63 900 рублей крис морис обувь когда казады большая платформа милитари у нас опять возвращается не моя тематика совершенно я не люблю форме надежда цвета хаки выбор конечно же на каждый день больше могла бы одеть я вот принципе такое платье зеленовато-коричневую виктория бэкхэм производить производитель дизайнер 72 тысячи 270 рублей шерстяной комбинезон барбара буи такой смехом зеленая куртка сислей все равно нет не мою не могу я надевать шоппинг шинели актуальны как никогда укороченные двубордные пальто из шерсти или длинные вот это длинные это вот такие вот укороченные из шерсти значит шерсти больше подходит днем дневной такой вариант так и более вечерние поверх платья можно одевать вот как здесь показано туфли мэри джейн я не помню говорила или нет но они прочно скоро войдут наш нашу поседневную жизнь вот этим вот эти именно правда зеленая так так или плейн посмотрите какая красивые ботинки на море опять мороза морская тематика хотя несмотря на что на то что октябрьский все равно нас синий в синий темно-синий цвет тельняшки и клюш кстати вот ключ я не почему-то не ношу но в принципе я не против я так как очень низкого роста то я не думаю что мне дойдет клюш если только на огромную форму встать это у нас топы платья из кожи который комбинируется с друг с другом кожаные вещи мне очень нравится вот такой вот топ dior с баской вообще с баской вещи еще нравится вот с таким вот как бы колокольчиком здесь на талии баска куртки и платья классические бомберы как будто у пилота самолета вот такие но такой вариант тоже очень короткий я люблю подлиннее и вот такие вот платья с кожей со вставками из кожи также вторая кожа которая обыгрывается золотыми какими-то или кружевными украшениями ушки такие интересные мундиры гусаров мундирские сверкающие позументами брюки с лампасами это наряд на вечер если по отдельности то можно лоси днем накидки кавалеристов альтернатива пальто вот с такими вот вот такая накидка или пальто гусарское ботильоны со множеством пряжек и контрастной отделкой или сумки с золотой фурнитурой жакеты обыгрывающие парадную форму разных эпох очень мне нравится вот такие опять слова очень от вычурную астрал венгерской вышивкой и вот как вот в армии наполеона вот такие в броне то есть такие вот железные металлические рыцарские ткани настроения моды брюки из парчи пулверы с добавлением люрекса кольчуги и брюки из-за металлизированной ткани наряд современный жанна д'арк так идет шопинг у нас уже другая рубрика рекламер за журнал allure никогда его не покупала видела только карамелька рекламировала показывала точнее видео а вот обувь от супермодель наталья водяновой который создал эту это модель для центра для центра 1199 тут такая модель не знаю может быть она уже и появилась надо посмотреть магазинах вот мне нравится вот как выглядит модель потрясающе абсолютно очень оригинальное исполнение костюм тройка вот входит в моду то есть жакет юбка и брюки так и крайне вариант так сен-лорановский жакет из крашеного меха опять-таки цены 50 70 200 тысяч просто невероятно вот такой пальтишко как в иронии судьбы возвращается к нам вот такой блюмарины красненькая 89 тысяч блюгелл 47000 миомио 150 тысяч вот эти эмилио пучи 144 2 меховой 225 костелло дор 60 тысяч в общем то такие тоже опять-таки цены но пятно можно найти альтернативу свитера из меха так что еще интересненького потом пакет фотосессии вот мужской военный панковский стиль грядет это вот такие ботинки на платформе грубая такая обувь уличная пришла на смену ботильонам нам любимым но такие ботины ботинки вот можно видите как носить с платьем мне очень рады такие ботильоны мужский мужской характер а кепка пожалуйста серьги огромные плюс кепка массивные такой вариант жакейский кстати вот такие вот как сказать булавки под воротник в моде то есть накалывается на острия воротника и получится к цепочка висящий так пошла в конце журнала ювелирная фотосессия приятно посмотреть на такие вот фотосессии дорогие украшения диор и прочим так интервью кстати с женой дэвида крэйга который играет кто кого-то у нас бонус джеймса бонда ну все у нас остается только фотосессия а вот интересненько это вот такие банановые пучки можешь сказать барановый сплит называется очень актуально опять очень актуально такие вот рогалики и делать вот такие такие видела как-то ксению собчак с такими вот рогаликами и все стали почему-то тоже делать ко мне уже много клиентов приходило в магазин именно с такими рогаликами видимо действительно актуально так вот остались фотосессии которые обычно в конце приятно их тоже рассматривать черная кожа мех темно-сливовые помады такой готичность это готическая фотосессия и вот мне еще понравилась фотосессия с балеринами красная дама называть фотосессия здесь вот модели и балерины вокруг цвет бордовый везде присутствует ну вот скарлетт йоханссон интервью которая была на обложке собственно вога ну и наверное все вот еще напоследок оставлю статью про скулы сейчас очень моде делать ботокс в скулы прям представляете то есть не в губы а именно вот формировать такую вот эту зону так ну и все пончики у меня уже осталась одна минута вот поэтому я с вами прощаюсь надеюсь вам был этот обзор интересный и полезный всем пока